О, Стокфиш против Лилы ЧС-Зеро. Ребят, я ставлю на ничью, но это классическое противостояние. Просто классика, как она есть. Стокфиш против Лилы. Кто кого? Давайте обновим позицию, блин. Потому что кто-то думает, что мы играем в обычные шахматы, но нет. Король расположен на поле Д1, а Ферзь на поле Ж1, как будто бы он уже сделал рокировку. И белые играют от короля. Д2, Д4 от короля. Битва гигантов. Без Б ставит на Стокфиш. Две злобные твари выходят на тропу войны. Кто кого? Ну, кстати, вот это более-менее хорошая позиция, мне такие нравятся. Противостояние с времен ТС и Си. Так точно. Дикая расстановка, да? И смотрите, вот как вы считаете, можно ли считать в данном случае Д4, Д5 открытым дебютом? Все-таки от короля. И рокировка, смотрите, рокировка на втором ходу. Белые сделают рокировку в длинную сторону. Итак, расчет вариантов против нейросети. Кто кого? Игорь ставит на Воблу. Без Бе ставит на Воблу. 62% из нашего опроса считает, что будет результативная партия. Нравится, как стоят кони и ферзи. Ну, кони нормально. Кони отсюда выйдет, отсюда выйдет. С конями проблем нет. Вот интересно, как ферзя будут развивать. Соперники. Смотрите, Лила очень долго думает уже над вторым ходом. И пока что выводит коняшку. Да, жалко, что Фишер не дожил до такого. Проиграл ли Стокфиш хотя бы одну партию? Давайте посмотрим результаты нашей таблицы. Стокфиш. Нет, он ни одной партии не проиграл в турнире. Лила проигрывала здесь в стоячей. Стокфиш пока ни одной партии во всем турнире не проиграл. А сыграл он, между прочим, в сто сорок четыре партии. Так что Стокфиш очень надежен. Да, в Стокфиш тоже внедрили нейросеть. Но в отличие от сетки Лилы, ЧС-Зеро нейросеть Стокфиш работает на центральном процессоре. Самая сильная программа это Дракон. Но не факт. Ну хотя в нашем турнире Дракон пока идет на первом месте, да? Вот он, Дракон. На одну очку опережает Стокфишем. Но я бы не сказал, что он самая сильная. О, Игорь даже не поленился и покопался в коде Стокфиша. Какие же у меня продвинутые зрители, ребят. Я просто горжусь вами. Нейросеть своеменные названия статистики. Да, Стокфиш на открытом коде работает. Недавно, кстати, на канале Левитов Чес выступал один из разработчиков Стокфишем. И он рассказывал, в принципе, как производится работа над Стокфишем и как можно стать разработчиком Стокфиша. Знали вы, например, о том, что любой человек, даже я, может стать разработчиком Стокфишем. Для этого нужно взять открытый код. Код находится в открытом доступе. Потом внести в него какое-то изменение, которое, ну, условно говоря, будет полезным. То есть поведет к усилению игры. Потом ваше изменение кода будет подвержено тестам. Ну, просто там есть определенный набор тестов, которые там тестируют, стал ли он играть слабее, либо сильнее. И если по результатам тестов мы пойдем к тому, что ваша доработка в коде привела к усилению игры, то она будет включена в следующую версию, а вы станете одним из разработчиков Стокфиша. И сможете всем говорить, что я разработчик Стокфиша. Знаешь, вот, наверное, неплохо для программистов изюме написать, знаете, такое, это, работаю на Яве, разработчик Стокфиша, условно говоря. Неплохо звучит, да, разработчик Стокфиша. Стокфиш – сильнейший движок в мире, я его разработчик. Стокфиш – сильнейший движок в мире, я его разработчик. Стокфиш – не Стокфиша. Нет, ну, а шахматах-то, я думаю, большинство знает. Стокфиша, может быть, нет, но о шахматах – да, о шахматах большинство знает. У тех людей, которые даже не играют в шахматы, не интересуются шахматами, у них есть такой вот определенный предрассудок, что шахматы – это там логическая, интеллектуальная игра. И если вы там в изюме напишите, что я разработчик сильнейшего шахматного движка в мире, там, топ-1, я разработчик топового шахматного движка, там, мой движок Стокфиш входит в топ-1 в мире. Ребята, вас руками оторвут, это вам такая вот мысль для личного продвижения. Скоро выйдет 15-я версия, ждем. Вершина успеха программиста – это когда не его изюме читают, а он читает изюме других. Честно говоря, я думаю, что чтением изюме занимаются не программисты, а кадровые работники. Поправьте меня, если я не прав, но программисты вообще не должны этим заниматься. Давайте джазик послушаем, как вы думаете, джазик зайдет. Давайте джазик включим. Вообще, у меня не чат, а какое-то собрание программистов, я так смотрю. Ни один кадровик не поймет изюме программиста, да? Ну, возможно, да. Хочешь хорошего сотрудника – читаю изюме сам. Согласен. Ну, я думаю, что изюме, в принципе, это же... Кадровик-то, может быть, и может прочесть изюме, а вот при собеседовании, наверное, уже будут у вас возможности лично пообщаться и определить, насколько изюме человека соответствует его реальным навыкам. Да, самая кайфовая аудитория, ребят. У меня прям как форум программистов здесь. Я сам кайфую, ребят, правда. Видимо, программисты интересуются движками, поэтому у меня здесь просто те, я смотрю, изучали языки программирования, все в теме. Стокфиш имеет громадный перевес, однако Лила с этим не согласна и оценивает позицию как примерно равную. Ну, что я вижу? Давайте немножко поговорим про шахматы. У белых есть пространственный перевес, да? Пешка Е4 против пешки Е6. Однозначно у белых больше пространства. Но во всем остальном все стоит примерно симметрично. Примерно симметрично. Позиция, кстати, чем-то напоминает французскую защиту. Вот правда, есть что-то такое из французской защиты в этой позиции. Но вот сможет ли Стокфиш этот пространственный перевес преобразовать во что-то большее? Это большой вопрос. Лилл не видит прорыва, а Стокфиш видит позиционный зажим и перевес в пространстве. Никита, ну вот только что сверху люди писали о том, что Стокфиш как раз считает конкретные варианты, а Лила оценивает позицию больше на основании своих, как бы, зашитых в свою нейросеть оценок. То есть Лилле не нужно видеть прорыв. Она просто оценивает саму структуру, и по оценке самой пешкой структуры, расположения фигур, она видит, что прорыва здесь быть не должно. А если Стокфиш видит какой-то прорыв, то почему он тогда к нему не переходит, а просто топчется на месте? Вот ход король А2, например, вряд ли усиливает позицию как-то кардинальным. Помните, у меня был видео, где я пытался удержать крепость против Стокфиша? Там Стокфиш показывал оценку плюс 3, и я, в общем, сказал в одном из своих видео, что здесь можно сделать ничью, просто стоять на месте. Ну и, в принципе, потом мне это удалось сделать. Правда, я один раз переходил, но в итоге все-таки крепость я удержал. Так что у Стокфиша есть такая вот немножко переоценка своих возможностей. Вот здесь он видит пространственный перевес, и за счет этого он оценивает позицию в свою пользу. За счет того, что у него больше пространства. Но это совсем не значит, что у Белых обязательно должен быть прорыв. Сохранить эту рубрику стримов. Хорошо, Романов. Обязательно сохраним. Хитрые маневры в стиле Петросяна. Но я бы не сказал, что они хитрые. Я так думаю, что в своей глубине они все-таки бессмысленные. Хотя вот Лила рассчитывает какие-то жертвы. Тут на Таис слона забирают. Не знаю. Да, вот правильно, что Никита пишет, что в конце конкретных вариантов Стокфиш видит перевес в пространстве, и поэтому он пишет, что у него лучшая оценка. Согласен. По времени примерно одинаково у них, да? Здравствуйте, любители шахмат! Здравствуйте, здравствуйте, всем привет! Мы смотрим турнир шахматных движков по шахматам 960. И скажу вам по секрету, мы сегодня пока не видели ни одной результативной партии. Я даже голосование запустил в чате, будет ли вообще сегодня результативная партия. Большинство считает, что будет. Но как-то я к этому отношусь немножко скептически. Ну пока топчутся на месте. Явно топчутся на месте движки. Конь ходит туда-сюда уже, который раз вот он этот маневр демонстрирует. Король тоже ходит туда-сюда у белых. Пока я не вижу какого-то прогресса. Просто стоят на месте. Уже, кстати, сделано 18 ходов без размена фигур и без взятия. И если так и будет продолжаться, то мы скоро приблизимся к правилу 50 ходов. По статистике других матчей Артем проголосовал нет. Артем, но твоя ошибка в том, что в этом турнире играют не только Стокфиш и Лила. Да, у нас помимо этих движков, тут еще принимают участие такие движки, как Эфирил, Слоу Чесс и Руби. И вот если, например, Руби будет играть против Стокфиша, я думаю, результаты в этой партии будет. Но вот просто вопрос в том, будет ли у нас сегодня Руби играть против Стокфиша. В этом главный вопрос. Равновесие Нэша, никто не хочет ухудшить позицию. Но все-таки размен произошел на поле Д5. И немножко изменилась структура у нас, да? Блин, что такое? О, привет, Диана! Как там ваш чемпионат в России проходит? Я слышал, вы заняли четвертое место по Блицу. А в Рапид-то вы играли? Как у вас в Рапид дела обстоят, расскажи. Через какое время закончится ковидный кошмар? Спрашивает зомботехник. У меня есть версия, что никакого ковидного кошмара на самом деле нет. Опачки! Прорыв под два боя. И взятие. Смотрите, смотрите, оценка поползла вверх. Как-то неожиданно мы пропустили этот момент. А Стокфиш-то переходит в атаку. Конечно, пешечная структура полное дерьмо. Но позиция черного короля ослаблена. А мы с вами знаем, что в таких ситуациях Стокфиш особенно силен. Плюс два, ребята, оценочка плюс два. Что у нас тут будет? Ладья сейчас хочет пожертвовать на С7. Связка. Пешка под боем. Так, взятие на Д5, да? Нет, Стокфиш отступает. Белые хотят продолжить атаку любой ценой. Смотрите, пешку под два боя подставляют. Фантастика. Сейчас Стокфиш будет уничтожать. Плюс три пошла оценка. Вот оно, что значит конкретный счет вариантов. Какая там оценка позиций? Какие там статистические функции? Счет вариантов. Вот что это значит. Так. Черный король пошел в чисто поле. Лила все еще не видит серьезного перевеса у белых. А Стокфиш оценивает позицию как плюс четыре при этом. Я немножко отвлекся от сообщений Дианы, поскольку здесь какая-то жесть происходит. Черный король вышел в чисто поле. Сейчас главное мат не зевнуть. Так взял пешку и черный мотует. Или не мотует, там может закрыться ладьей. Нет, не мотует. Ложная тревога. Так, шаг. Но где же мат-то? Мата-то не видно. Прикрыл первую горизонталь. Теперь мат грозит уже белому королю. Перекрываем диагональ. И сейчас последует удар на С7, да? Нет. Пока ждем. Короля подводим. И наконец-то Лила только сейчас начинает проразвивать. И ее оценка ползет кверху. Как я сделал так, что за мной нет кона? Спрашивает Даша. Ну блин, ребята, ну в два слова не объяснить. Это просто на самом деле. Это просто. Если Даша интересна, могу потом подробно рассказать. Я, кстати, Диан, хотел тебе это рассказать, когда ты у нас гостила, но тебя это не очень интересовало. Да, и это не кромакей. Это не кромакей, да. И не зеленый фон. Ну что? Ферзь против двух ладей. Но тут еще две пешки к ферзю прилагаются. У черных открытый король. Так что стокфиш должен тут эту каточку занести. Вот Артем, кстати, правильно пишет, что фон убирается зумом. Молодец, Артем. А мы близки к первой победе за сегодняшний день. Так, сидите, едите в кафе. Завтра решающая партия. А сегодня-то вы как сыграли? Сегодня расскажи, как вы сыграли, Диан. Не, ну стокфиш просто монстр. Вы видели, какую он комбинацию провел? Фантастика. Лила до конца не понимала, что у нее плохо. Но сейчас-то уже все ясно. Проходная пешка на Б6. Ферзь против ладей. Открытый король. Шаки какие-то. Плюс 12 уже оценка. И такая спокойная джазовая музыка на фоне. Знаете, вот такой вот джазик такой спокойный. Прям класс. Чаек сижу, попиваю. Сейчас король должен убежать от шахов. Да-да, джазец такая. Наивная девочка Лила. До конца не понимала, что происходит. Вот уже две лишние пешки у белых. Причем две связанные проходные. С5 потом сейчас последует. Ну или такой ход. Дело в том, что на взятие, видимо, шаг последует. Потом взятие ферзем. И одна последняя пешка решает партию. Ну здесь будут играть до маты, ребят. Вот когда ничьи нет, они до маты катают прям. Мат в 13 ходов. Считайте. Просто в сток-фишках будто предходами играют. Ну все, обе ладьи проиграны. Ну и сейчас я думаю, второго ферзя поставят и замотают быстро. Вот сейчас будет второй ферзь на доске, по-любому. Давай второго ферзя ставь. Да, второго ферзя ставить. Ну и тут быстро мат будет. Все, ребят, это мат. Партия завершилась. И я завершаю наш сегодняшний опрос. 63% оказалось правы. И сегодня мы все-таки увидели результативную партию. Поздравляю вас правы. И сегодня мы все-таки увидели результативную партию.